Детская книга войны содержит 35 подлинных документов. Это письма, записи в дневниках, которые сделали дети в годы Великой Отечественной войны. Эти записи – единственные свидетельства жизни авторов. Уникальную книгу выпустили в 2015 году и передали в Библиотеку народов Поволжья. Самарские школьники прочли отрывки из писем, собранных в книге. Одним из чтецов стала ученица 45-й школы Ангелина Базян. Это остался дневник Ани Аратской. Это невероятно смелая девушка, которая во времена Сталинградской битвы находилась в окопе. То есть буквально над ней проходили сражения. И она это очень подробно и четко описывает в своем дневнике. На ее глазах погиб ее отец. И она также описывала, как она пыталась предотвратить как-то его смерть, как она пыталась ему помочь, как она почти спасла жизнь своему брату. И при прочтении таких строк, конечно, пробивают на мурашки, пробивают на слезы. Это невероятные непередаваемые эмоции. И как же хорошо, что мы сейчас помним про это. Что мы сейчас через столько лет проносим эту историческую память. Что мы набираемся патриотизма. Это невероятно важно в наше время. Арина Бударова, ученица школы 58, познакомила слушателей с отрывком из дневника участника Тимуровской команды. В нем есть стихотворение как раз женщины, которой они помогали. В нем перечислены события и волонтерские дела, которые делали ребята во время войны в 1944 году. В детской книге войны собраны страшные и честные свидетельства того, что довелось испытать маленьким жителям страны. Записи были сделаны в блокадном Ленинграде, в концлагерях, в тылу и на фронте. Сейчас эту книгу могут прочитать жители Самары. Мне кажется, мы сможем донести те эмоции, те переживания, которые есть в этих дневниках. И хорошо бы, чтобы с этого проекта началась какая-то волна мероприятий. Может быть, в других регионах что-то похожее. Есть воспоминания, самые важные, самые ценные эмоции, которые мы выведем в свет. Сможем пережить, вот эту сопричастность показать, сопереживание. Мне кажется, вот это сейчас самое главное – помнить свои корни, помнить свои истоки, помнить свои победы и верить в победу. Это нельзя забывать, потому что поколение за поколением уже уходят наши дедушки, а у них прадедушки. Все это уже уходит в историю и, возможно, уже кому-то и некому рассказать, как было раньше детей. А вот этот проект, он как раз о памяти нашей, о исторической памяти, о памяти наших родных и близких, которые отдавали свою жизнь. Детская книга войны получила пять высших книжных наград, в том числе премию правительства России в области СМИ. Светлана Кудрявцева, Августина Охременко, Игорь Казановский. События.